Здравствуйте, это программа Ревью, и мы начинаем. Аул в центре города и Майгазиев с лопатой. Как казахстанцы отпраздновали наурыз. Потапсиханул шел, я разрыдалась, ехала. Группа «Время и стекло» висят на волоске. Каждый год так, на протяжении 16 лет. Не изменяя традициям, Алдавая делает это всю ночь. Весеннее обострение. Десятки разодетых и раздетых покорили шамбулак. Мне это все уже надоело. Солистка Мизиколы устала выступать. Джазельбекову в массы казахстанские кинокритики раздали награды. Кто-то сказал алматинцам, что в квартирах оставаться опасно. Все эвакуировались на Старую площадь. А Розу Рымбаеву, группу «Музарт», Улукпана Жулдасова и других артистов наурыз заставили работать. Но не с микрофоном, а с лопатами. Самыми настоящими. Огромный аул разбили в центре Алматы. Юрты, шатры, палатки и тысячи гуляющих. Здесь детские развлечения, там спортивная площадка, национальные игры, выставки для ценителей истории. Ну и как же без праздничного концерта? Мы сегодня пришли на Старую площадь, чтобы поздравить всех алматинцев с праздником наурыз. Счастья, уюта, здоровья. Улс, онгблсн, ахмоллсн. Да, именно так. Пока на большой сцене выступали артисты эстрады, на детской территории зажигались маленькие звездочки. К свободному микрофону мог подойти любой желающий ребенок. Праздновать дома в такую солнечную погоду никто не хотел. И то, что свободно передвигаться невозможно, а из-за толпы не видно выступающих, никому не омрачало настроение. Для нас это большой праздник. Это же народный праздник, поэтому праздновать надо всем вместе, как положено. Это наш национальный праздник. Для этого выйти на улицу, посмотреть нашу красивую страну, наш город. Звезды кино, спорта и эстрады, наоборот, бежали из города на свежий воздух. В день весеннего равноденствия артисты не только гуляли и ели. Весна наурыз – это как раз то время, когда нужно сажать деревья. Вот и мы выполнили свой долг. Надеемся, эта елка будет радовать еще многим поколений. Все, что вокруг нас окружает, это все выращено и посажено весною. Поэтому возрождается жизнь, начинается новая жизнь. Сегодня посадили дерево с моей табличкой розрумбай. Подарок будущим поколениям в виде зеленых насаждений сделали также Асанали Ашимов, Улыкпан Жолдасов, Ермахан Ибраимов. И здесь не могло обойтись без песен. Ребята из группы «Время и стекло» тоже отмечали наурыз. Как раз на праздник у них выпало выступление в Алматы. По ходу интервью выяснилось, что Леша и Наде палец в рот не клади. А кто еще может позволить себе хлопать дверью перед носом продюсера? Крышу этим артистам давно снесло. В хорошем смысле слова, разумеется. Ребята уже пять лет на сцене и как-то не страдают от недостатка внимания. Что не песня, то модный хит. Однако Леша и Надя признались, что они давно висят на волоске от нервного срыва. Песня «Имя 505» вымотала всех. Мы собрались и разругались, когда начали писать «Имя 505». И начали спорить. Я помню, что Потап психанул, ушел. Я разрыдалась, уехала. Ну, в общем, там был скандал. И на следующий день мы собрались и записали за полчаса. Как ни странно, но хит на скорую руку бомбанул. За месяц почти 70 миллионов просмотров, а пародии и того больше собирают. Мы обожаем различные такие видео. Пародии, каверы. Пародии, да, и каверы. Я же просто там как-то перед камерой качала, там «Любовь моя». Да, импровизация. Они его повторяют. «Имя любимое, мое, твое имя новое». «Имя любимое, мое, и непобедимое, а любовь моя». Такая раскованность и артистов, и поклонников нисколько не напрягает их продюсера Потапа. Захлопнули дверь перед носом – не беда. Истерики – допускай. Оказалось, он только с виду такой энгри-мен. Я знаю Потапа уже лет 15, если не больше. Я думаю, что он для меня больше, наверное, даже как старший брат, наставник. Кроме того, что он в принципе классный, веселый, он очень крутой профессионал. Сейчас ребята с головой в гастролях да в студийных делах. Но и для поклонников время всегда найдут, особенно для казахстанских. В Казахстане мы вот только-только начинаем, скажем так, и вот песня стала хитом. И надеюсь, что мы к вам будем почаще приезжать. И вы нас запомните. Ну, а с поклонниками мы общаемся и, правда, чаще всего отвечаем на сообщения. Как следует развлечься в Алматы у ребят получилось только на концерте. А стрелявшись на сцене, группа «Время и стекло» поспешила паковать чемоданы. Яна Пучкова, Даурен Миргалиев, новости ревью. Отберите у Мэтью МакКонахи микрофон. Актер на Нью-Йоркском автошоу так нахваливал новый «Линкольн-навигатор», что явно перестарался. Почти коммерческую тайну раскрыл. Я водил «Линкольн» задолго до того, как мне начали платить за это. Нет, ну правда, я восхищаюсь этой машиной. Отлично, что «Линкольн» получает деньги за мою рекламу. Да и я неплохо устроился. Благо, после такого сам автомобиль смог хоть как-то переключить внимание на себя. Обновленный концепт удивил мир своей дверью, крыло чайки и услужливой ступенькой. Два танкиста потерпели крушение на Чумбулаке. Говорят, что всему виной банальное весеннее обострение. Что еще творилось в горах на выходных, расскажет Сабина Таргаева. Накосячил парень? Отправьте его на фестиваль прыжков в воду. Именно так поступили подруги Александра и Эмиля. Нарядив благоверных в костюмы, тенге и доллара, девушки, что называется, вышли сухими из воды. Наши все-таки любимые девушки. Они, кстати, и организовали все это. Мы лишь все это выполнили. Эти парни решили удивлять так удивлять и приехали на танки. Но даже увесистый костюм не спас их от ледяной воды, температура которого была не выше 10 градусов. Вода, она не теплая. Вообще не теплая. Ну блин, я не жалею, что приехал. Первый раз выступаю и это кайф. Строгая жюри оценила креативные костюмы и эффектность прыжка. И если вы подумаете, что у них сжималось сердце от жалости, то ошибаетесь. Я за веселье, пока я не вижу такого веселья прям, да, ну вот танк меня, не знаю, впечатлил. А чтобы, я просто ставлю, наверное, за смелость за то, что люди прыгают в такую холодную воду. А вот эти огромные головы с судьями не согласны. Парни уверены, что были лучшими. Ну подумаешь, не доехали. Мы рисовали на протяжении трех месяцев. Вообще нам получилось. Они сейчас там отсекают. Не, а хотят нам баллы х** вы дали. Три, четыре. По бегу, по бегу. Мы за участие. Спасибо всем. На самом деле, чуть не задохнулся. Очень хотел скинуть голову, не получал. Вода вообще, б***ь. Почти у всех зрителей в глазах читался вопрос, что движет этими людьми. Адреналин, отсутствие мозгов. Наверное, безбашенность. Вот эти вот эмоции выступать на таких мероприятиях, получать кучу адреналина. И просто позитив, веселье. Вот это всем и движет. Я просто люблю экстрим, люблю позитив. И вообще, как можно наблюдать и не хотеть поучаствовать. Посмотреть на отчаянных спортсменов пришел и Максим Акбаров. Парень признался, сам бы прыгать не стал. Но за фриками наблюдать любопытно. Раньше были мысли, но на самом деле сейчас это не совсем актуально. Хочется просто спокойно приехать, покататься. Другое дело, что вода холодная. Иногда за девушек переживаешь, потому что прям видно, как они дрожат. Но главное это эмоции. Чего-чего, а эмоций действительно хватало. Главное, чтобы сегодняшний адреналин не обернулся завтрашней весенней простудой. Сабина Тургаева, Наиль Бузунов, Дорин Мергалиев. Ревью. Парни из Олдавай в этот день обошлись без адреналина и безумств. Один весь день провел с супругой и ребенком, второй гулял по площадям. Зато вечером Даниар и Шукан оторвались по полной. Встретились с Улутау и Метисами, чтобы отпраздновать день рождения группы. Каждый науры Суалдавай похож на прошлогодний. Наевшись и нагулявшись, певцы приступают к своему основному занятию. Поднимаются на сцену и всю ночь сжигают калории. Но такое однообразие парней не напрягает. Шукан и Даниар тесно дружат с Метисами, новый состав которых сформировался в прошлом году. Но поздравить группу 16-летиям пришел только один из них. Все ребята заняты у меня, они пишут на студии. Я один выбрался, выбрался. Скоро ждите от нас новых клипов, новых треков. Мы пишем альбом, по секрету вам сказать. Чуть было не раскрыл все свои секреты и бас-гитарист группы Улутау, который тоже здесь отдыхал. Об одном он все-таки проговорился. Буллманов нашел солиста. Мы записываемся на различных студиях, экспериментируем со звуком и так далее. У нас будет возможно новое звучание в следующем альбоме. Виновники торжества «Алдавай» тоже готовят новинку. Парни записали трек, который отправили на сведение на Украину. Отжигать на сцене они планируют еще как минимум столько же лет. Лемара Удасова, Мария Кузнецова, Ганик Алуов, Ревю. Продолжаем выпуск. Буквально несколько часов назад появился первый трейлер картины «Ребенок Бриджит Джонс». Вроде бы и квартира в центре Лондона, и лишний вес под контролем. Однако героиня снова оказалась не в то время, не в том месте. Теперь она не знает, от кого беременна. От миллиардера или от адвоката? В общем, женщина-проблема снова в строю. А Карина Абдулина после рождения сына стала примерной домохозяйкой. По гастролям не ездит, а если выступает, то только в пределах города. И то недолго. Вот и на благотворительном концерте в честь празднования на Урыс она исполнила буквально две песни и побежала домой. По дороге рассказала, почему же так торопится. Это была одна из редких вылазок Арины на сцену за последний год. Ведь теперь у нее новая роль – матери. Но певица призналась, что тоски по выступлениям не испытывает совсем. Наоборот, мне это все уже надоело. Я хочу больше сидеть дома, я хочу больше времени проводить со своим сыном. И я счастлива тем, что я свободный, ни от кого не зависящий человек. И я могу себе это позволить. Не хочу, не выступаю. Теперь самая большая любовь и преданный поклонник Абдулины ждет ее дома. И все свои хиты она поет ему. Ему сейчас 10 месяцев, он меня очень радует. Во-первых, тем, что он очень похож на меня. Это замечают все, и мне, конечно, это очень приятно. Во-вторых, тем, что он очень рано уже начал ходить. Он ходит, он говорит, мама, улыбается мне по утрам, подпевает мне, точнее пытается подпевать, когда я играю ему на рояле и пою какие-то песни. Пока мама на сцене, за Альбертом присматривает няня. Коллега по группе и близкий друг Булат Сыздыков тоже принимает участие в воспитании подрастающего музыканта, а может даже гонщика. Он еще и любит кататься на машине. Вчера он впервые сел на автомобиль и поехал. На детскую машинку, да, Булат ему подарил на дистанционном управлении, вот он уже катается. На песнях мюзикалы выросло целое поколение. Чтобы и нынешнюю молодежь приобщить к своей музыке, Карина и Булат перезаписали хит 99-го года «Арман Жолдар». На песню в современной аранжировке был снят клип. Моя идея была в том, что можно просто выразительными глазами, которые за это время очень много пережили, отразить то, о чем поется в песне. Однако не все поняли задумку. Карина, впрочем, ничуть не расстроилась. Ведь теперь для нее важное мнение только одного критика, который пока не подрос. Лемара Удазовна, Ильбазунов, Респая Кыш, Ревью. У Галии из группы «Асыл» и певца Олена Самокенова родился первенец. Все бы ничего, но вот новоиспеченный папочка чуть не сорвал выписку из роддома. Своим опозданием. Как в итоге Олен заглаживал вину перед женой и кто приехал поздравить молодых, смотрите в следующем сюжете. Городской роддом номер 3 давно не видел такой выписки. Гости, шары и подарки – дело вроде привычное, однако никто и подумать не мог, что все это затянется на 3 часа. Вся тусовка у роддома ждала лишь одного человека – Олена Самокенова. Новоиспеченный папочка прилично опаздывал. Когда Галя только родила, Олен позвонил к нам, и он говорит, я не знаю, что делать, я не знаю, кому звонить. Ну, вообще-то она родила, говорит, и мы такие там кричим, визим. Олен готов, Олен настоящий мужчина. Он, как уже будущий папаша, был с Галией всегда рядом. Я не знаю, был ли он рядом во время родов. Хоть и с приличной задержкой, но Олен все-таки приехал за своим сыном. Сразу видно, летел на всех парах. Я прошу прощения, что мы вас задержали немножко. Ощущение? Счастье? Уже через пару минут молодая семья вышла в свет с малышом Алиаром. Галия, кстати, будто и не рожала. Макияж, платье и фигура были при ней. Поздравляем! Родился, и мне врачи показывают и говорят, вот у вас мальчик, на кого похож? А у меня состояние, и у самой так себе, и при этом я говорю, ну папа, плохо. 3200, все в стандарте. Вот, рост 50. Сколько у тебя рост? 53. Блин, это невероятное ощущение, я считаю. Это просто, это что-то другое. Теперь малыш в доме научит молодого папочку соблюдать режимы расписания. Того гляди, за вторым уже вовремя приедет. Яна Пычкова, Юлдаш Худайбергенов, Новости Риви. Ура! А вы знали, что за 2015 год в Казахстане выпустили 21 новый фильм? Нет? Я тоже. Но критики собрались, отсмотрели все работы и вынесли свой вердикт. Чего не хватает нашему кинематографу и почему Джазельбекова «Намбо уан» выяснила Сабина Таргаева. Ни на красной дорожке, ни на премии толпы бушующих фанатов не было. Тепло и по-домашнему прошло это мероприятие. Лучших из лучших в 13 номинациях выбирали 7 кинокритиков. И так главную награду в категории фильм-дравма получила картина «Шлагбаум» Жасулана Пашанова. И хочу, чтобы завтра все говорили, что я поднялся за счет отца. Я хочу подальше сводить от него, поступить на свой грант. И это будет моя победа. И я докажу, что я сделаю сам себе. Лучшей среди коммерческих фильмов была признана комедия «Свадьба на троих». Говорят, из-за этой номинации в коллективе судей едва не произошел раскол. Мое было предложение вручить сразу двум картинам. Потому что мне очень тяжело было между ними убирать. В итоге кто-то все-таки сломился и перешел со стороны побега из аула на сторону «Свадьба на троих». Кстати, настоящей звездой премии стала Аружан Джазельбекова. Она рекордсмен по количеству картин с ее участием. К тому же девушка забрала главную награду среди женщин. Конечно, важно быть талантливым, важно быть трудолюбивым и так далее. Но очень важно поймать удачу иногда. И вот это быть в нужном месте, в нужный момент. Я так думаю, что это вот это вот, стечение обстоятельств. Самым убедительным среди мужчин оказался Ерки Булан Даиров. Игра парня в шлагбауме поразила как зрителей, так и членов жюри. Кстати, в драме Пашанова актер отработал абсолютно бесплатно. Мы знакомы еще со времен студенчества. К тому же сценарий фильма мне очень понравился. Он поднимает важные социальные проблемы. Поэтому я подумал, а почему бы и нет. Аскар Узабаев унес домой звание лучшего режиссера за свою картину «Жоу». По его словам, главная проблема казахстанского кинематографа – это нехватка кадров. У нас просто не так много хороших специалистов, которые могут создать что-то такое целостное и хорошее. Академия искусств Жургенова, как киноакадемия в Астане. Да, если бы они больше уделяли бы внимание образованию именно в сфере кино, мне кажется, то было бы больше специалистов квалифицированных. Эта премия была второй и не последней, пообещали организаторы. Да и другие актрисы настроены очень решительно. Уступать место на Олимпе Джазельбековой больше никто не намерен. В Алматы с концертом приехала Ах Астахова. Российская поэтесса, лауреат и судья многих литературных конкурсов рассказала нашим журналистам все о стихах, чувствах и заработке на рифмах. Скажи мне, не мучай. Это стихотворение – крик души Астахова. И как там говорят, люди искусства должны страдать? У меня был близкий человек. Я сейчас не говорю про отношения мужчин и женщин, что просто близкий мне человек. И в какой-то период мы прекратили общаться. Это не спасло отношений, зато принесло в жизни Ирины огромное количество поклонников и популярность. Перед концертом Астаховой в Алматы состоялась автограф-сессия и встреча с фанатами. Здесь у артистов рифмы все практически так же, как у певцов. На выступлении в Южной столице полный зал. Но несмотря на это, поэзия на сегодняшний день не так уж и востребована. Безусловно, это не так развито, как музыка, потому что музыка, она все-таки больше для всех. Не ругайся, не будь я готова к разлукам, то есть дело по дому одна. Билет на поэтический вечер – три с половиной тысячи тенге. Столько же стоит и сборник стихотворений. Это позволяет мне иметь какие-то средства на саморазвитие и свободно путешествовать. Для меня сейчас этого достаточно. Ахастахова пишет о любви, разлуке, дружбе и поиске себя. Поэзию девушка называет образом жизни, но это не единственная ее страсть. Мне хочется попробовать петь свои стихи, потому что у меня есть такой четкий ритм во многих произведениях. Я хотела бы плакать от ссадин и шишек, и не плакать от горя ушедших людей. Очень нравится и так душевно, и понимаю, что она читает стихи. И ее произведения все-таки сердечные очень сильно. Нам очень понравился голос, очень понравились стихи, поэтому вечер потрясающий. Полюбила ее сразу, сразу нашла ее группу ВКонтакте, перечитала ее стихи. Она такая, знаете, неземная вся, необычная, очень искренняя. Вера Полоскова и Ахастахова эти девушки получили популярность благодаря интернету. В этом плане тонкая материя прекрасного довольно успешно взаимодействует с современными технологиями. Сабина Тургаева, Мария Кузнецова, Никита Хасанов, Даурен Миргалиев. Ревью. Это была программа Ревью. Смотрите нас по будням в 19.30. Пока-пока. Одежду ведущим предоставил бренд Остин.